Здравствуйте! Сегодня поговорим о лечении острых респираторных вирусных инфекций у детей. ОРВИ – наиболее частая причина обращения к педиатру. Существует несколько сот вирусов, называющих ОРВИ. Кстати, расходы – это тоже инфекционное заболевание. Просто, когда мы переохлаждаемся, у нас кратковременно снижается иммунитет, и в это время легко размножаются те микробы, которые всегда есть внутри нас и вокруг нас. Наиболее частые симптомы ОРВИ – повышение температуры тела, насморк, кашель, повышение в горле, общая слабость, снижение аппетита. Теперь поговорим о лечении. Во-первых, противовирусные препараты – они не нужны. Во-первых, унитет ребенка самостоятельно справляется с вирусной инфекцией, и во-вторых, побочные эффекты, которые есть у многих противовирусных препаратов, гораздо серьезнее, гораздо тяжелее, чем само заболевание. Кроме того, по результатам исследований, назначение противовирусных препаратов не уменьшает частоту назначения антибиотиков и не уменьшает частоту госпитализации. Теперь по лечению. Повышение температуры. Во-первых, нужно понимать, когда температуру сбивать. Не ориентируйтесь на показания термометра, ориентируйтесь на состояние ребенка. То есть, если на градуснике 39 ребенок активный, ест, пьет, то сбивать температуру не нужно. И наоборот, если на градуснике 37,2 ребенок вялый, что-то болит, лежит, отказывается от питья, то дайте жиропонижающее, просто чтобы облегчить состояние. Есть и исключения. Для деток с тяжелыми хроническими заболеваниями, особенно нервной системы, сердечно-сосудистой системы нужно сбивать температуру выше 37,5. Также я обычно рекомендую родителям надо сбивать температуру выше 38,5, чтобы ребенок и родители спокойно поспали. По препаратам. Основные у деток это илупрофен и парацетамол. Илупрофен самый распространенный норофен. Для деток выпускается в трех формах. Свечи 60 мг в подходе для деток до года. И суспензия 100 мг в 5 мл или 200 мг в 5 мл. Вторая еще называется форте. По расчету всегда лучше рассчитывать жиропонижающее по весу ребенка, а не по возрасту, то есть на килограмм массы тела. Для илупрофена это 5-10 мг на килограмм. При высокой температуре лучше использовать расчет на 10 мг на килограмм. Чтобы немножечко упростить расчет, можно использовать такую схему. Для норофена 100 мг в 5 мл давайте полмиллилитра на килограмм массы тела. То есть если ребенок весит 10 кг, вы даете ему 5 мл. Для норофена форте доза в два раза меньше, то есть в нем 25 мл на килограмм. То есть если весит 10, даете 2,5 мл. Это разовая доза, ее можно давать раз в 8 часов. Теперь по парацетамолу. Два основных препарата парацетамола, которые у нас используются, это панадол, он выпускается только в форме сиропа, и фералган. Панадол, сироп, 120 мг в 5 мл. Разовая доза, как и для всех парацетамолов, 10-15 мг на килограмм. Опять же лучше считать на 15 при высокой температуре. Для упрощения расчета 0,6 мл сиропа на килограмм веса ребенка. То есть если весит 10 кг, вы даете 6 мл. Эфералган, форма свечи выпускается в дозировке 80 мг, используется для деток до 6 месяцев. И 150 мг используется у деток до 2 лет. А в форме сиропа 30 мг в мл. Этот сироп имеет удобную мерную ложечку, на которой обозначены килограмм. То есть если ребенок весит 10 кг, вы набираете до отметки 10 кг. Парацетамол можно давать раз в 6 часов. Если температура поднимается чаще, чем раз в 6-8 часов, вы можете эти два препарата чередовать. Ибупрофет с парацетамол. Есть еще запасной вариант. Это свечи анальдим, анальгин с диметролом. Выпускается в двух дозировках. 100 мг на 10 мг. Это для деток от года до 5. И 250 мг, и 20 мг. Это для деток старше 5 лет. Их лучше ставить в крайнем случае. И не чаще, чем раз в 12 часов. Теперь о том, когда и какого эффекта жиропонижающую ждать. Жиропонижающую должно начинать сливать температуру через час, не через 15 минут, к сожалению. Хорошим действием жиропонижающего считается, если температура опустилась на градус. То есть была 39,5, стала 38,5. Это хорошо. У нас нет цели сбить температуру. Это нормально. Иногда температура падает и дольше. Например, если подъем температуры сопровождался спазмом. То есть она резко расслабляет, озноб, бледность, холодные ручки-ножки, синевого круга губок, головная боль, рвота. То такая температура падает еще дольше. Первые 30-40 минут после приема жиропонижающего она только нарастает. Потом немножечко улучшается состояние ребенка, разверт щечки, теплеет ручки-ножки. Но тогда еще температура не падает, она просто перестает расти. И так продолжается еще 40 минут, час. И только потом, то есть через полтора-два часа после приема жиропонижающего температура начинает падать. Поэтому не спешите отдавать другое жиропонижающее, если не прошло еще двух часов от приема предыдущего. И всегда записывайте, когда что даете, чтобы вы не запутались. Самое главное обсудили. Теперь по другим симптомам. Наслак. Если у ребенка жидкие, как водички, сопельки, текут ручьем, то с ними ничего делать не нужно. Никакие капли тут не помогут. Просто смазывайте кожу над верхней губой жирным кремом. Но продолжается это обычно не дольше двух дней. Если появляется заложенность носа, носик не дышит, отечная, слизистая, то в этом случае добавляются судосуживающие капли. Називи, надриви, назовы и другие. Такие капли можно давать не чаще, чем раз в 6 часов и не дольше 5 дней без осмотра врача. Солевые растворы в нос. Хьюмер, Моример, Аквамарис и другие. Их используют в том случае, если сопли густые, вязкие, не могут выйти из носика. Если параллельно есть заложенность носа, то сначала капаются судосуживающие каплики, и через 5-10 минут только солевой раствор. Количество использования солевого раствора в течение дня не ограничено. Ну, тоже в разумных пределах. Следующий симптом – першение в горле. Никакого особого лечения не требует, только обильное питье. Если у ребенка сильно болит горло, это повод показать его врачу. Потому что, возможно, тут не ОРВИ, а стритопокковый тазлид, герметическая амгина. Это требует совсем другого лечения. Дальше – кашель. Как правило, тоже никакого лечения у деток не требуют. Особенно маленькие детки до 2 лет не давайте им никаких сиропов от каши. Это может только ухудшить состояние ребенка. Только по назначению врача. Ингаляции. Бывают ситуации, когда ингаляции незаменимы. Например, остеостенозирующая варенгатрахия, бронхообструктивный синдром. В других же ситуациях, как при обычной ОРВИ, ингаляции не показаны. Тут нужно просто время, обильное питье и свежий воздух. Головная боль лечится так же, как повышение температуры тела. Те же препараты в тех же дозах. Если головная боль сильная и не проходит после приема жиропонижающего препарата, такого срочно показательного врача вызвать скорую. Снижение аппетита тоже очень часто симптомы ОРВИ. Лечить не нужно, заставлять есть не нужно. Просто предлагайте здоровую пищу. Что нужно? Нужно постоянно пить. Пить как можно больше, часто, по чуть-чуть. Какое питье? Любое нераздражающее горлышко. Опять же, в разорных пределах. По объему жидкости. Примерное объем можете посмотреть на слайде. Этот объем включает всю жидкость, которую получает ребенок. Чай, вода, грудное молоко, жидкий суп, жидкая кашка. Это всю жидкость. Для деток на грудном вскармливании. Вы не сможете проконтролировать объем, который получает ребенок. Поэтому контролируйте мочи спускания. Если моча светлая, ее много, так же, как всегда, значит, жидкости достаточно. Если мочи мало, она темная, концентрированная, значит, добавьте жидкости еще. По микроклимату в помещении проветривайте обязательно. Увлажнитель воздуха. В отопительный сезон воздух обычно сухой. В межсезонье и летом он достаточно увлажненный. Поэтому увлажняем дополнительно не нужно. Как одевать ребенка? Так, чтобы ему было комфортно. То есть, если ему холодно, его знабит, ручки-ножки холодные, то оденьте его, конечно, еще дополнительно согревайте ручки-ножки. Если же ему жарко, то разденьте до трусиков или подвозника, так температура быстрее упадет. По общему режиму. Если ребенок чувствует себя хорошо, не нужно заставлять лежать ему в постели. Пусть играет. Гулять можно. Купаться можно и нужно. Есть на что не принимать ланочку, а быстренько помыть под душем. Что еще важно? Когда показать ребенка врачу обязательно? Детки до годика. Детки с тяжелыми хроническими заболеваниями. По симптомам сильная головная боль. Сильная боль в горле. Частое дыхание. Какие-то посторонние звуки при дыхании. Тяжелый приступообразный кашель. Сильная слабость. Отказ от питья. Температура, которая никак нечем не сливается или держится больше трех суток. Это все повод показать ребенка врачу. На этом все. Не болейте. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok